К сожалению о том, что драка произошла и уже приняты какие-то меры, мы узнали только на этих выходных днях. Пришлось оперативно устанавливать, в каких учебных учреждениях у нас учатся дети, участники этих событий. Я сразу хочу обратиться ко всем, кто нас слышит, не распространять ложную информацию о том, что эти дети представители одного класса, одного коллектива. Абсолютно все девочки учатся в разных школах. К сожалению, в этом событии задействованы дети из различных учебных учреждений. Собственно, что дает нам определенный сигнал для тревоги и необходимости провести соответствующую работу абсолютно во всех школах города Одессы с начала учебного года. Сейчас каникулы, детей в школах собрать мы не можем, поэтому эта работа будет проведена сразу, как только дети приступят к учебному процессу. Из того, что нам на сегодня известно, конфликт произошел из-за мальчика. Драка достаточно жестокая, и любому нормальному человеку смотреть на это сложно. И, в общем-то, от того, как сейчас работают совместно департаменты образования, соответствующие подразделения полиции, служба по делам детей, зависит дальнейшая успешность проведения профилактических мероприятий. То есть для нас особенно важно, чтобы такие вещи не повторялись. Что сегодня тревожит? Как вы видите, в общем-то, для многих это не секрет, большинство таких событий, которые становятся нам известны, активно нами комментируются, и я не считаю правильным прятать в какой-то ящик подобные резонансные вещи. Мы понимаем, что дети — это отражение нашей взрослой реальности, и поступают они, к сожалению, так, как они видят в моделях поведения взрослых людей. Невозможно снимать ответственность сегодня ни с кого, ни с семьи, ни со школы, ни с правоохранительных органов. Поэтому для нас очень важно сейчас не погоня за виновными, а консолидация, объединение и работа над тем, чтобы таких вещей как можно меньше сегодня было в школах. Я могу условно понять сегодня те учреждения и коллективы, я сейчас говорю не о тех школах, которые задействованы, потому что они ведут себя достаточно профессионально, и как только получили сигнал о том, что такое произошло, абсолютно во всех коллективах в субботу мы шли на работу сотрудники, мы занимались определением личностей девочек, которые участвуют в этих событиях. Беспокоит то, что мнение направляется на наказание школ, даже со стороны журналистов поступило несколько вопросов за выходные, каким образом мы будем наказывать директора школы и так далее. Мы должны детально изучить ситуацию, выяснить ее причины, изучить, что послужило основой поведения конкретного ребенка. Очевидно, есть какие-то причины, которые вызывают такую агрессию у ребенка. Просмотреть, какая работа была проведена до этого события и спланировать работу на будущее. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Очень просим всех одесситов, и не только одесситов. Сейчас активно распространяются личные данные детей, вплоть до места проживания, места учебы. Нас очень беспокоит ситуация возможных последствий и порождение насилия от насилия. Мы взрослые люди, мы должны понимать, что это очень тонкая материя, работа с детской психикой. И сегодня ни в коем случае нельзя допустить каких-либо общественных гонений и самосуда над виновниками этих событий. Работают правоохранительные органы, проводятся следственные мероприятия. И мы уверены, что все, кто участвовали, будут наказаны по закону.